Всем привет! Продолжаем смотреть работы известных, интересных художников. Сегодня смотрим Люка Кленнелла. Люк Кленнелл, английский художник. Сын фермера, прервав обучение у торговцев специями, он поступил в ученики к ожеревнику. Говорят, что его талант к рисованию проявился именно здесь. Я цитирую переводную википедию. В 1797 году начал свое 7-летнее ученичество Бьюик. После 7 лет ученичества Кленнелл уехал в Лондон. В 1804 году, где женился на дочери гравера Чарльза Уоррена. И продолжил там свою работу. За это время было создано очень много книжных иллюстраций. К стихотворениям Сэмвела Роджерса, публикованной в 1810 году. В Лондоне он общался с другими художественными техниками, включая рисунок акварель. Его картина с изображением решающей атакой битвы при Ватерлоо, которая называется «Решающая атака Лейб-Гвардии при Ватерлоо» в 1815 году была выигравлена Уильям Бромли. За эту гравировку было получено 150 геней, как за лучший рисунок. От Британского института поощрения изящных искусств. Граф Бриджуотер заказал у Кленнелла картину. Картина должна была представлять учеников банкета в честь нынешних союзных монархов – короля Крусси, русского царя, английского принца Регента и т.д., который состоялся 18 июня 1814 года в Лондонской ратуши. Подготовительные работы к картине, в частности изготовление необходимых индивидуальных портретов участников банкета, были почти завершены, когда весной 1817 года у Кленнелла началась болезнь. Считается, что из-за беспокойства, вызванного сбором портретов для работы, он потерял рассудок. Так говорил Гирвит Эдгрейв из-за волнений и опасений. Кленнелла поместили в психиатрическую больницу, где он провел несколько лет. Продолжал заниматься художественной деятельностью, создавал гравюры на дереве, живопись, рисунок, композицию и стихи. Его стихи были дикими, странными, бессвязанными, но о мелодичных реках и небезмрачной красоты. Так было написано на смерть Кленнелла. Умер он в возрасте 59 лет. После него остались вот такие картины, которые мы сейчас смотрим, работаем. Рисунки и картины дают представление об Англии в начале 19 века. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти о Люке Кленнелле. Я, может быть, неправильное ударение делаю. Люк Кленнелл, о Люке Кленнелле, английском художнике. Смотрим картины. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Смотрим картины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...